В эфире новости Карелии. С вами Татьяна Лапина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Вопросы, требующие финансирования, в предъятном порядке должны рассматриваться. В республике разработают комплексную программу экологического развития региона. Наблюдаю за процессом, контролирую всех. Постоянно кому-то надо помочь, кому-то подсказать. Благодаря тренингам фабрики процессов будущие специалисты решают реальные производственные задачи. У жителей Петрозаводска есть уникальная возможность первыми увидеть этот альбом за последние 150 лет. В столице Карелии открылась выставка работ знаменитого художника Алексея Боголюбова «По России в свете наследника». В зале благородного собрания Национального музея Карелии вручили госнаграды выдающимся жителям республики. Глава Карелии Артур Парфенчиков лично поблагодарил их за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие региона. Съемочная группа телеканала побывала на церемонии, в том числе и для того, чтобы поддержать нашу коллегу Татьяну Чеплыгину. Ее удостоили почетного звания заслуженный журналист Республики Карелия. В этом зале те люди, благодаря которым мы движемся вперед, Карелия развивается. Глава Карелии лично поблагодарил за вклад в развитие республики всех, кто находился в зале благородного собрания. Это деятели культуры, сотрудники здравоохранения и правоохранительных органов, преподаватели, руководители предприятий, образовательных учреждений, инженеры и журналисты. Чествовали и три многодетные семьи, которым вручили медали Ордена «Родительская слава». Конечно, дружная семья, любим друг друга, помогаем, крепкая семья. Ну вот у нас вчера был юбилей, жемчужная свадьба. У нас было 30 лет вместе, мы всегда вместе. Семья для нас на первом месте всегда. Самое главное – любовь, взаимопонимание, уважение. И счастье, любви, тишину. Помимо медалей, многодетные семьи получили и сертификаты на путешествие в Москву на ВДНХ. А ведущей программы «Территория культуры» на Сампо-ТВ 360 Татьяне Чеплыгиной присвоили звание «Заслуженный журналист Республики Карелия». 30 лет профессиональной деятельности прошли не зря. И работа сначала в телекомпании «Ника плюс», затем на ГТРК «Карелия», в телекомпании «Сампо-ТВ 360». Количество перешло в качество. Работать, работать и работать, не оглядываться на то, какая у вас зарплата, а главное – иметь интерес, иметь любопытство, которое будет всегда двигать вперед. Всего высокие государственные награды по указу президента России и главы Карелии получили более 40 жителей региона. Дарья Лопухина, Алексей Локтев, Дмитрий Вильянин, Служба новостей. В этом году акция «Бессмертный полк в Карелии» пройдет в онлайн-формате. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил в соцсетях. Трансляция будет проходить на сайте polkrf.ru в течение всего дня. Каждый желающий может заранее загрузить туда портрет своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. При этом, если вы отправляли фото в прошлые годы, повторно делать этого уже не нужно. Руководитель республики добавил, что почтить память героев каждой семьи можно будет и другими способами. Например, с 1 по 12 мая вы можете рассказать о них в соцсетях и мессенджерах, поставив хэштег «Наш бессмертный полк». Кроме того, в Петрозаводске 9 мая будет работать тематическая площадка «Бессмертный полк Карелия», на которой можно уточнить сведения о родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории республики. Добавим, что салют в Карелии отменили, как и во многих других регионах страны. В правительстве Карелии прошло первое заседание экологического совета, который был создан в этом году в целях обеспечения экологической безопасности республики и ее жителей на повестке «Сохранение лесов, оздоровление водных объектов, реформа чистоты». Особое внимание уделили реализации в Карелии нацпроекта «Экология». Подробности в нашем следующем сюжете. В экологический совет вошли представители Минприроды Карелии, профильных учреждений, научного сообщества и бизнеса. Возглавил его руководитель российского экологического общества Рашид Исмаилов. В заседание принял участие и глава Карелии. Сегодня перед экологическим советом при правительстве республики Карелия стоит важная задача реализовать взаимодействие федеральных и региональных органов власти, представителей бизнеса, неравнодушных общественников для выработки действительно актуальных предложений по вопросам государственной экологической политики. На первом заседании обсудили вопросы лесовосстановления. В этом году планируют воссоздать 100% вырубленного леса и модернизировать питомнические хозяйства, чтобы республика могла обеспечить лесных арендаторов собственным посадочным материалом. Не остался без внимания и вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2030 году планируют вдвое сократить полигонные захоронения ТКО, а их сортировку увеличить до 100%. Для этих целей в Карелии построят два современных комплекса в Прионерском и Сигерском районах. Важным инструментом для реализации этих направлений является президентский проект «Экология», в который сейчас вносятся дополнительные мероприятия, новые проекты заводятся, в том числе с учетом предложений регионов, в том числе и республики Карелия. В Карелии остро стоит вопрос оздоровления рек и озер. В республике уже запланировали строительство очистных сооружений Медвежегорский и Кимии, расчистку русел пяти рек, в том числе лососинки и неглинки, а также капитальный ремонт лососинской плотины. Но на сегодняшний день требуется расчистить 33 водных объекта. Вопросы, требующие финансирования, в приоритетном порядке должны рассматриваться. Мы будем лоббировать и отстаивать интересы республики на федеральном уровне, в том числе финансирование не только по воде, не только по вопросам защиты, но и, например, по лесовосстановлению. Артур Парфенчиков отметил, что Экосовет должен принимать решения, учитывая результаты исследований наших ученых, у которых много важных и ценных наработок в природоохранной сфере. Так директор Карельского научного центра РАН рассказала о программе по изучению запасов углерода в лесах и болотах. Она была запущена в рамках федерального проекта «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ». В конечном итоге, в результате реализации этой программы, мы получим объективные оценки, в том числе для оперирования на международной арене. Одновременно с этим мы сможем рассмотреть вопросы, прогнозы ситуации в нашей республике, что будет происходить в результате климатических изменений и что нам с этим делать, собственно, как разрабатывать дальше стратегию адаптации к этим изменениям. Отметили и специфичность региона в связи с его близостью к границам НАТО. Поэтому отстаивать природоохранный суверенитет и не допускать боевой экологии – важной задачи республики. Экология как инструмент разыгрывается просто как карта в интересах тех людей, которые не заинтересованы в развитии республики и нашей страны. По итогам заседания приняли решение разработать комплексную программу экологического развития региона. В ее создании примут участие правительство Карелии и члены экологического совета. Позже документ пройдет публичное обсуждение. От простого сварщика или оператора станка до начальника производственной линии. Такой карьерный рост предлагает Петрозаводск МАШ новым сотрудникам. Наша съемочная группа выяснила, какие перспективы на предприятии у тех, кто только устроился на завод. А также пообщалась со студентом, который сразу стал директором. Правда, всего на один день. Студент автотранспортного техникума Марьян Марьин стал руководителем завода по производству компенсаторов давления. Наблюдаю за процессом, контролирую всех. Постоянно кому-то надо помочь, кому-то подсказать. Есть сложности свои. Вместе с однокурсниками Марьян прошел тренинг на фабрике процессов Петрозаводск МАШ. Каждый в команде получил роль. От сборщика и оператора до логиста и контролера качества. Задача ребят за определенное время собрать 8 изделий. Выдержать заданный объем производства с первого раза не получится, но так и задумано условиями тренинга. Уже во втором туре им нужно оптимизировать процесс так, чтобы сократить трудозатраты и увеличить количество выпускаемой продукции. Делали карту по-другому чуть-чуть, формировали, меняли участников, кто за что будет отвечать. И в принципе пришли вот к той схеме, которая сейчас более-менее работает. Со всей командой планировали и думали, как будет удобнее, чтобы не создавать ни удобства ни друг другу, ни себе. Избавиться от лишнего движения, ликвидировать бутылочное горлышко в цепочке процессов, сократить арендованную площадь. Максимум производства при минимуме затрат. Это и есть бережливость. Любопытно, что на обучении каждый коллектив подходит к решению задачи по-своему, удивляя тренеров и устанавливая новые рекорды. Наши коллеги из предприятия «Ижора», например, они достигли хороших показателей по экономии площади, по экономии рабочего пространства. Таким образом, они сделали его и безопасным, и в то же время максимально сократили условную плату за аренду производственных площадей. От условного к реальному методы бережливого производства сейчас внедряются повсеместно. На Петрозаводск-Маше, например, неважно, насколько нестандартна идея. Если она улучшает процесс, её берут на вооружение. Евгений Судник – ведущий инженер-технолог на производстве трубопроводной арматуры. На предприятие пришёл электросварщиком, за 9 лет освоил большинство задействованных технологий. Теперь предлагает свои. В качестве примера, грубо говоря, станок не позволял ранее выполнять какие-то операции. Мы с коллегами внедрили с других производств, грубо говоря, большие манипуляторы под наш сварочный станок, который позволил выполнять сварку больших изделий уже непосредственно в нашем маленьком производстве. Кадровый вопрос – один из самых насущных для высокотехнологичных производств, таких как Петрозаводск-Маш. Опытным сотрудникам предлагается карьерный рост, а новую кровь привлекают практикой на предприятии с оплатой труда и индивидуальными условиями. Артём Латушкин заканчивает третий курс автотранспортного техникума, а параллельно работает на заводе оператором станка с программным управлением. В 7.30 надо быть ровно здесь. Подготавливаем станок, изучаем чертёж, выбираем программу, либо пишем сами её. И после этого потихоньку начинаем проверять, всё ли правильно в программе написано. Благодаря сотрудничеству предприятия с учебным заведением молодой человек уже знаком с основами технологического процесса, а пробелы помогает заполнить наставник. Артём признаётся, что пока не знает, кем хочет стать в будущем. Поэтому практика на заводе – отличная возможность понять, готов ли студент связать своё будущее с промышленностью. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Служба новостей. Известная жительница республики получила награду от президента, а водитель автобуса спас пассажира. Об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Коротко». В столице Карелии появится первый автомобильный тоннель. Его планируют построить под железнодорожными путями на улице Халтурина. Он разгрузит центр города и свяжет несколько районов. Президент России наградил директора музея-заповедника Кижи Елену Богданову орденом за заслуги в культуре и искусстве. Государственная награда вручена за большой вклад в развитие этих сфер и многолетнюю плодотворную деятельность. В Петрозаводске водитель автобуса спас пассажира, которому внезапно стало плохо. Он экстренно довез мужчину до ближайшей больницы, где вызвал на помощь санитаров. За героический поступок водителя ждет премия. В республике завершился конкурс «Воспитатель года Карелии». Победителем стал Арина Пряженцева, воспитатель детского сада «Родничок» в Суоярве. Она представит нашу республику на всероссийском этапе. Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения 15-летнему подростку, напавшему на девушек с ножом. Школьника заключили под стражу сроком на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц. Следствием установлено, что вечером 22 апреля этого года в квартире жилого дома по улице Горького в Петрозаводске молодой человек входит в конфликта, нанес несколько ударов ножом двум девушкам 15 и 17 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Читали стихи Пушкина на узбекском и киргизском. Пекли карельские калитки, учили финскую кадриль и пели марийские песни. В Карелии состоялся форум «Традиция в движении». Представители финно-угорского мира и народу Узбекистана и Кыргызстана знакомили друг друга со своей культурой и традициями. Проект поддержали фонды президентских грантов и культурных инициатив. Светлана Воробьева увидела, каким бывает узбекский атлас и услышала необычное исполнение стихов Пушкина. Правильно облачиться в народный костюм и представить его в Державенский лицей приехали гости из солнечной Азии, чтобы показать, насколько Восток – дело тонкое. То, что атлас называется икат. И есть из шелка этот атлас. Если принт икат вышит, то есть приготовлен из бумажных нитей, то это адрас. Тонкости ремесел, одежды и обычаев. Изучая их, можно по крупицам собрать культурную мозаику народа и узнать его историю. Народы Узбекистана ведут оседлый образ жизни, и это отражается на их традициях – киргизы-кочевники. В их женских костюмах все для удобства перемещений в непростых погодных условиях. В горах такое сочетание несочетаемое – яркое жаркое солнце и ледяной горный ветер. И это постоянные сквозняки, это постоянные потенциальные простуды. А женщина киргизская не имеет права болеть, потому что ее никто не заменит в хозяйстве. И вот женский киргизский костюм оберегает женщину от всех этих природных негативных явлений. Международный форум «Традиция в движении» объединил культуры представителей финно-угорского мира, народов Коми, марийцев, жителей Карелии, а также центрально-азиатских республик Кыргызстана и Узбекистана. Несколько дней участники взаимно обогащались знаниями, искали и находили, что их отличает или объединяет. На площадках форума можно было увидеть виртуозную игру на традиционных музыкальных инструментах. Или услышать «Я к вам пишу чего же боле» Пушкина на узбекском языке. В основном участники общались между собой на русском языке. Но нет-нет, да и можно было услышать речь разных народов. Очень радостно и отрадно, что наша молодежь спокойно разговаривает на марийском языке. Даже придя в магазин, могут спокойно о чем-то поговорить, спросить на марийском языке. И марийскую речь можно спокойно услышать на улицах нашего города. Форум состоялся. Участники разъехались, с собой они увезли сувениры и воспоминания о незабываемых днях Карелии. Светлана Воробьева, Станислав Шведов, Служба новостей. Коллекцию графических работ Алексея Боголюбова впервые представили в Музее изобразительных искусств Карелии. Выставка открылась к 200-летию со дня рождения выдающегося живописца. Ее подготовил и привез в Государственный музей-заповедник Павловск. Некоторые труды посвящены и нашему краю. На вернисаже побывала Дарья Изофатова. Выставка впервые представляет 70 акварельных листов из альбома Алексея Боголюбова, который в 1863 году был приглашен в свиту великого князя Николая Александровича, старшего сына императора Александра II, для путешествия по России. Три месяца известный пейзажист и маринист Боголюбов провел в пути, передвигаясь на пароходах, в экипажах и по железной дороге. Первой точкой вояжа стал Петрозаводск. Впервые за все существование этого комплекса произведения мы показываем его людям. То есть с 1863 года, со временем его создания, его никто никогда не видел. Поэтому у жителей Петрозаводска есть уникальная возможность первыми увидеть этот альбом за последние 150 лет. В Петрозаводске и окрестностях Боголюбов сделал пять рисунков, где показал, как цесаревич следил за отливкой орудия на Александровском заводе, посетил церковь в Соломеном и восхищался водопадом Кивач. Одна из акварелей показывает, как когда-то выглядела Соборная площадь, в том числе и Олонецкая мужская гимназия, где сейчас расположен музей изобразительных искусств Карелии. Меня удивила тщательная проработка всех деталей и перспективу, как он умеет намечать, как он кладет мазки, чтобы подчеркнуть тот или иной элемент дома, например, или церкви. Работы выполнены в разных техниках, в основном используя графитный карандаш и акварель. Рассматривая их, главное не торопиться, чтобы увидеть нюансы исполнения, технические особенности, ну и найти для себя интересные сюжеты. Это такой материал, который безумно интересный, но который показывать, экспонировать больше двух месяцев нельзя, потому что по соображениям в сохранности предметов. Боголюбов – мастер своего дела. Он с большой правдивостью изображал российские города, быт и памятники, многие из которых сегодня сильно изменились. До 16 июня гости Музея изобразительных искусств Карелии могут сравнить, как всё было тогда и как есть сейчас, а также оценить важность сохранения культурного наследия и городской среды. Дарья Изофатова, Дмитрий Вильянин, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok